Субтитры создавал DimaTorzok Намаскар. Принятие решения – это переломный момент в жизни. Ты принимаешь решение, и жизнь твоя меняется к лучшему или к худшему. Задача человека – прийти под влияние силы знания, под влияние силы мудрости, так называемая видья-майя. Видья-майя работает по двум путям. То есть первый путь называется самбит или пробуждение. Ты просыпаешься внутренне, глаза открываются. То есть до этого момента в сумраке ты пребывал. В сумраке и не видел выхода, не понимал, не знал. Ты даже не видишь пути. Когда божественная милость на тебя проливается, в какой-то момент что-то двигает внутреннее движение твоего ума, что-то играет на струнах твоего сердца, и ты просыпаешься. Вот этот момент пробуждения называется самбит. Самбит, его очень важно не упустить. Поэтому говорится так, если задумал сделать что-то хорошее, делай это немедленно, делай немедленно. Важно принять решение в момент вдохновения. То есть пришло тебе вдохновение, ощутил ты вот это вдохновение? Да, например, я буду медитировать. У меня так в жизни было. То есть я медитировал, начинал, бросал, начинал, бросал, начинал, бросал. Ну понимаю, что надо, но как-то вот нет душевной силы. Такое ощущение, что я недостаточно сильный человек для того, чтобы вот медитировать регулярно. Сажусь в медитацию, и у меня борьба внутренняя происходит. Ой, ну когда это кончится уже? Иногда классно настроение есть, сижу долго медитируем. А иногда, ой, что-то неохота медитировать, десять минут высидеть. И вот борьба происходит внутри. Но в какой-то момент у меня вот какое-то озарение наступило. То есть я думаю, я вот начинаю бросать. А это самая полезная вещь в моей жизни. Потому что это я на практике убедился. Это не теория на тот момент. Теории у меня в жизни не было, когда я начинал практиковать. А на практике я убедился, что это самое-самое полезное. И я принял решение. Я принял решение, я буду делать медитацию два раза в день. Вот что бы ни случилось до конца своей жизни, это было мощное решение, это было мощное решение. Вот первая стадия. Самбит, ты проснулся? Проснулся, у тебя пришло осознание, я буду это делать. Но этот момент пройдёт очень быстро. То есть окна ума как открываются, так и закрываются после этого. Дальше зависит от того, от многих факторов зависит. Зависит от твоего окружения, зависит от твоей воли, насколько она развита. Зависит от общего благостного состояния. Люди, книги, поток, работа. Вот это всё-всё-всё влияет. Очень-очень легко погрузиться в болото. Да, какое-то решение принял, но быстро-быстро тебя жизнь затянула, и ты уже забыл, и вот этот свет, который когда-то в тебе засиял, он погас, и как будто этого и не было. И вот на следующей фазе очень важно продолжить. Если ты продолжил, второй аспект силы знания работает. Называется хладини-шакти. Хладини-шакти – значит сила блаженства. Сила блаженства – это то, что даёт тебе вдохновение. То есть ты чувствуешь, что сердце моё переполнено, я чувствую вдохновение, я чувствую благость жизни, я чувствую радость, я чувствую любовь, я чувствую блаженство другими словами. Когда ты принял решение, важно вообще вычеркнуть из своего лексикона слово «я постараюсь», «я попытаюсь». Вот это слово – это очень плохое слово – «попытаюсь». Это, запомните, вот это раз и навсегда, вот «я попытаюсь» – это слова слабого человека. Слова слабого человека. Ни в коем случае не говорите «я попытаюсь», «я постараюсь». Говорите «да» или «нет», «я сделаю». И в этом «я сделаю» должна быть законченность, однозначность, поэтому говорят семь раз отмерь, один раз отрежь, но ты отрезал и всё. То есть «я сделаю». Не всегда получится выполнить это обещание, не всегда. Иногда получится его не выполнить, ничего страшного. Не бойся снова обещать. Не в том, что ты своё слово не ценишь, ты ценишь своё слово, но просто за пределами человеческих возможностей обладать тотальным контролем над всем. То есть иногда есть форс-мажор, иногда просто сил моих не хватает. Поэтому говорят, что три категории людей. Первая категория людей – это которые вообще никогда не берётся и не собирается подписываться под что-то и брать и осуществлять. Это самая слабая категория. Вторая категория – это те люди, которые берутся, стараются, но когда сталкиваются с препятствиями – сдаются. И третья категория – это те, которые берутся, стараются и никогда не сдаются. Вот это категория победителей. И нам нужно как-то просочиться вот в эту категорию. И поэтому нужно вычеркнуть фразу «я постараюсь», «я попытаюсь». Не надо, эти фразы, они не нужны, то есть успешному человеку эти фразы не нужны, их нужно убрать. И второй момент – вот ты принял решение. Ты принял решение, ты чувствуешь радость. Я сегодня слушал тоже песню Егора Летова, это сборник советских песен у него есть, и там... Если утром, а не днём и не ночью, ты принял решение, принял решение, и тебе уже ничего не страшно... Мне очень этот настрой нравится. Вот ты принял решение. Дальше я сейчас вспоминаю из себя вот то моё великое решение, что я буду медитировать два раза в день вот хоть что, хоть что. А потом, после того, как я решение принял, это было настолько важно и настолько глубоко, потом я просто начал просить Бога о том, чтобы Он мне помог выполнить Своё Слово. Потому что микрокосм сам по себе, он слаб, у него нету возможности выполнить Своё обещание. Но с помощью макрокосма каждый может. Поэтому говорится, Его милостью хромой перейдёт через горы, безногий перейдёт через горы, а немой станет красноречивым оратором по Его милости. Я помню, первый раз я эту шлоку прочитал, это санскритский стих, и у меня слёзы градом полились, потому что я почувствовал, так оно и есть. Даже слабый человек, даже человек, который неуверенный в себе, слабый человек, даже человек с плохими привычками, даже человек полностью в паутине тьмы, который находится. Но Его милостью он перейдёт через горы, хромой перейдёт через горы, и немой станет красноречивым оратором. Помните ведь, что всё возможно. То есть всё зависит... Вот вишвас, первый секрет успеха. Приняли это решение, я принял решение, всё, и мне больше ничего не страшно. Я знаю, что, я принял решение, я знаю, что это случится. Но теперь я обращаюсь к Богу за поддержкой. Не надо говорить, что Бог, избавь меня от страданий. Нужно говорить, дай Бог мне силы, чтобы мне преодолеть все эти ситуации. Я знаю, что ты даёшь мне эти страдания для того, чтобы я вырос, я поднялся над ними, возвысился. Но при этом мне нужна и сила от тебя. Поэтому человек на пути успеха, он не говорит, убери мои препятствия. Ой, пусть этого не будет, пусть этого не будет. Он говорит, дай мне силы, чтобы я мог с этим совсем справиться. Поэтому это очень важно. Я хотел напомнить, что принимайте решение. Не идите с такой психологией, что, ой, нет, я не буду принимать решение, потому что тогда что-то у меня не сбудется. Некоторые говорят, вот я как приму решение, так у меня сразу куча разных препятствий. И я поэтому решил не принимать решение. Я двигаюсь вот как в потоке. Я живу, как получается, так и делаю. Так препятствия – это что такое? Это препятствия, которые испытывают силу твоей души. И в этом процессе ты принял решение, и там куча препятствий на тебя навалилась. А это значит, что вот оно пошёл. Вот эта вот космическая алхимия началась. И как раз в этом процессе душа твоя крепнет и становится сильнее. И ты, несмотря ни на что... Хоть как один мой друг, он мне рассказывал вдохновляющую историю. Он говорит, внутри я почувствовал, вот мне надо месяц подряд по три часа петь мантру. И говорит, я пел... И я такой, нет, 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 я работаю, я не могу. Потом, говорит, пошёл на работу. На работе его отправили в отпуск. Они говорят, у нас, извини, у нас тут проблемы там на производстве. Давай-ка ты в отпуск дуй. И он такой, ну всё, ну уже больше нет тогда отговорок, ладно, буду делать. Вот изнутри он почувствовал, что ему надо делать вот эту практику. По три часа в день ему нужно петь мантру. Причём нон-стопом вот начал и три часа не завершая. И он делал. И он говорит, иной раз я прихожу домой, одиннадцать часов вечера, но я понимаю, у меня вот это обещание внутреннее. Три часа мне надо сделать. И я, говорит, стою и как зомби до двух часов ночи просто хожу и пою. Но, говорит, ну даже вот я могу со стороны сказать. Просто когда я его встретил, там спустя сколько-то, год мы не виделись, я увидел, что произошёл огромный эволюционный скачок у человека в жизни. Вот понимаете? Мощь, решение. Принял решение и потом хоть что делай, хоть молись там, хоть проси Всевышнего, хоть как, но решение вот это вот выполняй. И не бойся даже, ну неудачи, ничего страшного. Я споткнулся, я снова встану и опять пойду. Лучше быть второй категорией, чем третьей категорией. А лучше быть, конечно, первой. Ну вот такие мысли. Благостные вещи. Ловите момент... А, да, я же вам не договорил вот эта пословица, что если что-то благостное ты придумал, старайся сделать это немедленно, принять решение и начать делать, чтобы это не испарилось из ума, чтобы болото тебя не затянуло. А если что-то неблагостное придумал, тогда откладывай. Ну завтра, через неделю, успеется. То есть не запрещай себе, что вообще нет, потому что иной раз в душе нету силы для того, чтобы сказать нет какому-то неблагостному соблазну. Скажи, ну через месяц. Ну сейчас ещё пару неделек. И потихонечку откладываешь, 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 и оно исчезает. У меня друг один есть. Он говорит, я много раз хотел уйти с духовного пути. И говорит, ну придёт мне эта идея. И я такой, ну через месяц, может быть. И вот, говорит, я откладывал, 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 откладывал. Вот, говорит, я здесь с вами. Вот я до сих пор с вами. И всё это преодолелось. А что-то хорошее пришло, то есть благостная идея. Открылось окно в уме, решил, делаешь. Ты уже в потоке, ты уже начинаешь получать помощь от космоса, когда ты начинаешь делать. И уже в этом потоке ты идёшь, 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 идёшь. И всё получается. Поэтому это супер-супер. Знаете, откуда эта мудрость? А эта мудрость был такой персонаж в Рамайане Равана. Он был демоном. А до того, как стать демоном, он был великим йогом. То есть он там накопил шакти, могущество. Но он в жизни оступился. И из-за одной ошибки война началась, и он проиграл в этой войне. И вот он уже поверженный лежит. И Рама, такой бога-человек в этой истории, который его поверг, он своему брату говорит, иди к Раване, он великая душа. Спроси у него совет какой-нибудь для жизни. Как жить? И вот брат такой, ну ладно, пожал плечами. Мой Рама говорит мне, что надо мудрость получить. Пойду, получу. И вот он пришёл, он говорит, о, Равана, ты великая душа, ты вот сейчас помираешь. Есть ли у тебя что-нибудь такое, что нам передать? Мудрость, которую ты понял? И вот он сказал, шубая сеграма, шубая калахаранам. Он говорит, когда что-то хорошее ты вздумал, ты делай это немедленно. Когда-то что-то плохое, откладывай, 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 откладывай. Он говорит, я хотел построить золотой мост с земли на небеса, чтобы люди могли восходить на небо. Но, говорит, я откладывал и никогда не построил. А мне пришла идея украсть жену Рамы. Если бы я подумал немножко, не на импульсе действовал, а подумал немножко и взвесил бы вообще, что я такое собрался сделать, то я бы этого не сделал. И сейчас вот этого бы разрушения, бы этой войны, и я бы не погиб, я бы это не сделал. Но плохая мне мысль пришла, и я действовал на импульсе. И вот посмотри, что произошло. Поэтому шубая сеграм, ашубая кала харанам – хорошее дело немедленно, плохое откладывай, откладывай, откладывай. Вот это по части решения. Каждое решение определяет траекторию нашей жизни. И решение – это очень важно. И ещё, резюмируя, не надо говорить – я постараюсь, я попытаюсь. Да – это да, нет – это нет. Помните магистр Йода в Звёздных войнах? Он говорит – делай или не делай. There is no trying. Никаких попыток. Субтитры создавал DimaTorzok